Всем привет, с вами Dispolymer и сегодня я хочу вам сказать одну очень хорошую новость. В Podjav Loungeer, на которой я уже до этого показывал, заработал Optifine. Ура! Репект просто автору. И сейчас я покажу, как он работает. Я настроил нормальные утилиты для захвата экрана, и теперь всё будет выглядеть красивенько. И как надо. Итак, давайте я сейчас включу свой телефон и покажу, как всё работает. Так вот, переключаюсь. Вот, как видите, здесь экран моего телефона, вот, у меня выбрана версия Optifine HDU5. Давайте я её запущу. Запускается она гораздо дольше, чем обычно. Так, вот, как видите, у нас уже есть логотип Mojang. Значит, надо ещё подождать. Не забывать мне отыкать на экран, чтобы экран моего телефона не погас. Просто, да вы этого не заметите даже, что он погаснет. Значит, вот. Ждём. О, а вот и запустился. Видите, здесь он выглядит чуть-чуть криво, потому что у меня экран захвачивается, перемасштабируется и всё такое. Так, значит, смотрите, как я вам покажу, что здесь есть Optifine. Вот, видят. Вот, Optifine HDH5 Ultra. Сам автор даже не поверил. Думал, что первоапрельская шутка. Да, оно всё подтормаживает даже у меня. Потому что идёт захват. И, в принципе, наверное, в самой игре тоже будет подтормаживать из-за захвата. Господи, некоторые кнопки почему-то не реагируют с первого раза. Вот, как сейчас. Вот. Давайте я войду в свой тестовый плоский мир. Да, здесь есть баг, что, короче, иконки всех миров подсвечиваются. В принципе, я мог управлять и компьютерной мышкой. Мышкой, мышкой, управлять мышкой с помощью мышки. Вот, как видите. Давайте я открою отладку. FPS, как видите, достаточно нормальный. Я могу двигаться с помощью клавиш ходьбы на компе. Это удобно. Ну, так вот. Значит, FPS сейчас нормальный. Но если взлететь и полететь, он тоже будет нормальный. Что удивительно, то при первых моих тестах FPS стоячий был 30-40, а FPS при ходьбе 25. Ну, так вот. Я сейчас недавно перезагрузил телефон, поэтому, может, оно сейчас выглядит понормальнее. Давайте я открою вам инвентарь. Вот, как видите, инвентарь. Здесь всё по стандарту. Ну, типичный компьютерный Minecraft. А что вам ещё надо? Ну, разве что, кроме того, что это Optifine. Так, давайте я выберу яйцо Блэйза. Распавню Блэйза, возьму меч. И попробую его побить. То бишь, Блэйза. Только это достаточно непросто. Потому что я-то управляю. Я, конечно, могу из тачскрина устройство побить. А, я понял, почему он не бьётся. В общем, мышку надо выключить. Из инвентаря выйти. Всё равно он почему-то не бьётся. В общем, чисто технически можно заставить его биться. Ну, вот, как видите, F3 открыт. У меня вот OpenGL 2.0. Но он не совсем полностью поддерживается. Но поддерживается достаточно, чтобы работал Optifine. Ну, вот, как видите, у меня сейчас находится существо в кадре. Причём, явно не с одним элементом. И у меня 40 FPS, условно. Это только после перезагрузки. Это вы учитываете. Если там устройство всю ночь пролежало, будет 30 FPS. Вот. Если что, то я могу и поспринтить. И поспринтить, побегать. Вот, 40 FPS. 20, 30. Вот, как видите, оно, так сказать, работает с переменным успехом. Так что вот. В принципе, это сейчас играбельно. Но я вам вот что скажу. Не на всех телефонах это играбельно. И плюс, смотрите, оно будет не совсем играбельно на серверах. Когда, ну, на которых куча пафосных менюшек, голограмм и так далее. Потому что, смотрите, чего тут у нас. Android позволяет выделить только 512 мегабайт. И это Android 10, ну, на достаточно неплохом устройстве. Xiaomi Mi 5S Plus. Так что на некоторых устройствах может тормозить. Да. Это про Mediatek. Ну, тогда ладно. Я выхожу. Всем пока. С вами был Dispolymer.